Когда я был молодой и приобрел известность, КГБ, РУАШ, русское КГБ, хотел меня сделать своим. Значит, хотел использовать мою известность для себя. Я отказался. И вот удивляюсь теперь, как я, в общем, был прав. Как бы я был запачкан, если бы я согласился. Большие деньги предлагались. Это нет ничего особенного. Ведь стать главой делегации уезжающих за рубеж темнокожих. Вот я согласился бы. И вот уже замахом. Замечательное место. Когда я иду по ступенькам, и импрессарио хочет увезти меня обратно. А люди спасают ребенка. И им передают меня по рядам. На разных уровнях. И ее женщины поют колыбельную песню. Он приходит на порог, Крепко-крепко сидит. То путьей, то дорог Для тебя открытый. Мирхольд сидит на трибунах. И его жена, Зинаида Николаевна Райх, Первая жена Сергея Есенина. Мирхольд исчез. Люди погибли. Мирхольд, да вот Кроссухим, Байвитетер. Бов прежде, Ивзу Сталин на репрешинг. Папа и приехал. Из Америки. Да, в Россию. В Америке была такая ситуация. В тот момент. В российском плане. Отойдите от этой твари. У нее есть черный ребенок. Черный ребенок, господа. Ну и что же? У белой женщины черный ребенок. Ну и что же? Ей не место в цивилизованном обществе. Ей нет места среди белых людей. Потому фильм такой был очень злободневным для России. Россия была страной такой интернациональной. И вот это Сталин использовал против Америки. Это обстоятельства. Я черный Бэби. Отец американец. Мама русская. Вот пример. Бэби. Я стал поэтом известным. Я стал... Ну, я актером, в общем-то, известным. Я всего один фильм, который снялся, но все знают об этом. Вот кадры снятые, когда Любовь Петону поет мне колыбельную, а я сплю, это гениально. Помните? Ну, была, конечно, изумительная. Вообще, была необыкновенная личность. Ну, она народная артистка союза. И вот люди ее помнят с того момента и навсегда. Она могла все, но, несмотря на это, она всегда осталась чистым, честным, проявшим человеком. Сталин хотел сделать меня ганнибалом. Как у Петра Великого был ганнибал, он меня хотел сделать таким же ганнибалом. Сталин умер, когда мне было около 18 лет. Когда я был нахимовцем, был в Нахимовском училище, он умер. И я перестал быть моряком. Я еще продолжал быть моряком, но фактически уже адмирал из меня не получилось. Вот, например, я вам расскажу интересную вещь, которую вы наверняка не знаете. Вы, Маша, не представляете. Моряком я на корабле, на подводной лодке шел на Кубу. Это было начало войны. Фактически начало войны. И в море, во время плавания, мы получили телеграмму от Хрущева вернуться на базу. А что было? Русский флот шел на Кубу. Американский флот шел на Кубу. Две державы сближались. Это была бы война. Последняя, конечно. Кеннеди возвратил свой флот обратно. Хрущев возвратил вод обратно. Чем этот фильм велик? Вот он оказался очень современным в тот момент. И живет в памяти людей. Потому он и сейчас живет и так близок к людям. Потому что то, что происходит в мире, это торжество интернационализма. Если бы сейчас был президент Теремп, это было бы торжество прошлого. А президент Байден, демократ, абсолютно противоположный. Человек в наше время должен быть человеком очень общительным, дружелюбным, раздокожим. В каком-то смысле интернациональным человеком. Вот. Мир наш расположен к этому. Вот. Ну и слава богу, все идет по правильному направлению. Вот об этом я хочу сказать. И потому и фильм торжествует. Потому что победила, а фильм победил. Субтитры создавал DimaTorzok